здравствуйте уважаемые зрители канала хопер акции сегодня мы с вами поговорим на такую важную тему как же подготовить наши черенки укоренению какими стимуляторами лучше пользоваться или не пользоваться ими вообще итак поехали я уже снимал ролик про то как я укореняю про то как нужно ухаживать за укорененными саженцами но практически в роликах не упомянул как же подготовить наши черенки к посадке к укоренению и вот вопросов на эту тему очень много поэтому я решил снять отдельный ролик а если кому-то интересны предыдущие ролики по ссылке на них есть внизу в описании также появляется верху виде подсказок но и все ролики по этой теме можно найти в соответствующем плейлисте конечно же не секрет и это само по себе понятно если вот не подготавливать черенки а просто их нарезать попробовать их укоренять то результат выход процент укоренения будет незначительный если же вы хотите получить очень хороший результат по укоренению черенков то их нужно особым образом подготовить самое главное что не надо делать акцент на стимулятор роста если черенок не подготовлен то никакой стимулятор роста вам не поможет итак давайте все по очереди разберем во первых черенки сами по себе должны храниться в хорошем месте то есть черенки должны храниться при температуре от плюс 2 до плюс 6 но максимум плюс 8 градусов и влажность в этом помещении должна быть достаточно хорошей так чтобы влага из черенков излишне не испарялась есть разные методы кто поставит их в таком подвальном помещении в воду отличный способ когда черенки со всех сторон отдувается и не плесневе практически вот как срезали мы хосим такие не есть кто-то как я допустим упаковывают материал и тоже укладывает в подвальное помещение или в подпол на хранение чтобы опять же излишне не убегала влага да в этом случае может появиться немножко плесень на черенках но влагу не потеряет и на качество это тоже зимовки никак не влияет так вот хороший черенок не должен потерять влагу и на срезе как почки такие его кончики должны быть абсолютно зеленые что с одной стороны что с другой вы делаете срез все должно быть прекрасно если вы опять же срезаете кору то слой луба у вас тоже должен быть абсолютно зеленый если там к сожалению коричневый слой луба то это тоже черенок подмерший и смысл его укоренять нет никакого так вот если правильно черенки хранились то и укореняется не как правило без проблем но подготовить в любом случае надо если у вас черенки хорошем месте хранились нарезайте их на одно-двух трехпочковые так как вам нужно уже черенки но стандартный это трехпочковый черенок чтобы вы знали и уже укладывайте полным погружением на вымачивание это очень важный момент так в любом случае где бы не хранились черенки влага уходит а вот такое погружение дает возможность напитать и почки и древесину черенка восполнить всю влагу которая была потеряна самое главное потом с помощью этой влаги черенки уже легко смогут сконцентрировать нужные питательные вещества на пятки черенка для укоренения не хватает влаги процент укоренения значительно снижается вплоть до того что пересохшие черенки вообще не укоренятся есть разные подходы просто ставят на двое суток погружая пятку там на 2 на полтора сантиметра в воду или полно погружение вот полным погружением это лучший вариант дольше опять же двух суток полный погружение вымачивать нельзя потому что могут замерить почки ну как и везде опять же тут важна золотая середина очень многие именно свой акцент ставят на какие-либо стимуляторы укоренения есть очень много различных стимуляторов но в основном они сами в своей основе имеют гитаруксин и уже все остальные препараты входят в состав гитаруксин цена у них опять же понимаете от нескольких копеек как у чистого гитаруксина до чуть ли не до самолетные как укладки но ни то ни другое настолько сильно на укоренение не влияет если у вас черенки были хорошо вымочены то по большому счету никакой стимулятор и не требуется да я зачастую вообще забываю даже элементарно в мед окунуть свои черенки и точно также не укореняется поэтому не надо очень сильно надеяться что какой-то стимулятор вам натворить чудеса и все у вас укоренится этого не будет однозначно если вы хотите для собственного успокоения для незначительного эффекта использовать стимулятор пожалуйста опять же говорю нет никакого смысла покупать какие-то дорогие возьмите обычно гитаруксин за копейки или самый вообще вот хороший натуральный стимулятор естественный который может и при прививках использоваться и при укоренении это мед номер должен быть настоящий качественный вот я сам держу пчел поэтому я знаю в качестве своего меда я не сомневаюсь поэтому и другие какие-то стимуляторы я не использую причем стимулятора должно быть очень мало представьте только одна столовая ложка меда на ведро 10 литровой воды и вот такого вот хватит больше концентрацию увеличивать нельзя есть очень много статей научных по этому поводу что стимулятор особенно передозировка стимулятора выдержка их больше времени нежели чем полагается наоборот ухудшает укоренение нежели его улучшает может быть абсолютно обратный процесс как написано в инструкции так вы стимулятор и применяйте ни в коем случае не больше то же самое если я даже использую мед то замачивание черенков медном растворе должно быть не более 12 часов замочили вы там 15 и хорошо от 0 грубо говоря до 12 часов пожалуйста поставьте пяточками вниз используйте мед гитаруксин согласно инструкции пользуйтесь это будет небольшой незначительный но плюсик если же вы случайно или осознанно увеличите концентрацию того же самого укоренителя может произойти такой процесс что корешков нет а у вас будет расти только зеленая масса будут появляться листки побеги и на пятом листочке без того что у вас нет корневой системы естественно все пойдет в обратную сторону зеленый прирост умрет нормальный цикл развития винограда это когда сначала появляются корешки а потом вершки и у винограда четко прослеживается волны роста сначала корешки потом листочки потом опять корешки растут листочки вот если посмотреть очень хорошие корешки уже у моих черенков саженцев уже теперь и ну буквально два-три листочка не больше я сначала все-таки все усилия сделал чтобы появилась хорошая корневая система будет хорошая корневая система листовой аппарат растет нечего переживать даже вот только почечки начинают пробиваться вообще отлично это самый лучший вариант сначала корни мощные пусть нарастут потом уже и листву будем наращивать вот корневая с везде уже вокруг стакашка корешки и только начали появляться побеги это очень хорошо и уже конечно же подготовленные черенки без какого-то стимулятора или с правильно примененным стимулятором укореняются отлично какой бы вы их метод не использовали результат уже будет практически гарантирован а про методы укоренения у меня уже есть ролики какими я пользуюсь если кому-то интересно то пожалуйста посмотреть но теперь если вам понравилось видео ставьте палец вверх пишите комментарии задавайте вопросы поделитесь своим опытом подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новый видеоролик успехов и до новых встреч до новых встреч